Скорая помощь понадобилась для скорой помощи. На улице Арджиникидзе столкнулись спешивший на вызов микроавтобус врачей и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали 4 человека. Дмитрий Коньков с подробностями. Всех пострадавших доставили в хирургическое отделение Первоуральской городской больницы. После осмотра врачей выяснилось, что у троих пострадавших только легкие травмы, ушибы и ссадины. Именно поэтому их отправили домой. В настоящий момент в больнице находится лишь один пострадавший в этой аварии. Фельдшер скорой помощи. Сотрудница скорой помощи госпитализирована в травматологическое отделение с переломом таза. Состояние не тяжелое, ближе к удовлетворительному. Врачи скорой помощи спешили на вызов в поселок Крылосово. На улице Арджиникидзе, вот на этом повороте, на перерез в машине скорой помощи вылетела Мазда со встречной полосы. Уклониться от столкновения водитель скорой не сумел. Удар был такой силы, что микроавтобус сначала отбросило на обочину, развернуло поперек дороги и он выкатился на встречную полосу, где в тот момент ехал автомобиль Chevrolet. Произошел удар, значит, прооптический лобовый. Подушка сработала. Ну я успел остановиться, конечно, но мне уже некуда было ехать. Водитель внедорожника, которая, по мнению сотрудников ГИБДД, испровоцировала аварию, отделалась с легким испугом. Сама в ДТП она не пострадала, ее автомобиль получил лишь легкие повреждения. Вот как она прокомментировала произошедшее. Я не могу объяснить, потому что я почувствовала только удар. На помощь пострадавшим со станции скорой помощи выехали сразу два экипажа врачей. Первый забрал с места происшествия всех пострадавших, второй отправился в поселок Крылосово, куда ехала угодившая в аварию машина. Водитель автомобиля Мазда ЦХ5 не обеспечил постоянный контроль за своим транспортным средством и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Мазда виновной в произошедшем себя не признает, а потому в ближайшее время она предстанет перед судом. Женщине грозит не только штраф до 25 тысяч рублей. На два года ее могут лишить права управления автомобилем. Дмитрий Коньков, Денис Кромцов. Новости Первоуральск.